Торжества, праздники, церемонии, классные часы, акции и ряд других массовых мероприятий, приуроченных к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, в эти дни проходили по всей стране. Якутия не исключение. Репортаж Сарглана Захаровой. Акция «Мы вместе», посвященная годовщине исторической даты, началась с торжественного возложения цветок в мемориальной плите города-героя Севастополя на площади Победы. Горожане отдали дань памяти якутским солдатам, воевавшим в Севастополе во время Великой Отечественной войны и Крымской войны 1853-1856 годов. Тогда личный состав якутского полка сражался в районе Малахова-Кургана все 349 дней героической обороны Севастополя. Мы гордимся тем, что наши земляки, якутяне, уже, наверное, второй век защищали Севастополь и Крым в целом. Празднование исторической даты продолжилось в районе аэропорта. Парад молодежи Якутска прошел по улице Севастопольская, которая также отмечает свою годовщину. В Севастополе есть улица Якутская, а у нас в городе в прошлом году появилась улица Севастопольская. Жители северного города отправили крымчанам горячий привет на символическом письме-баннере «На веки с Россией». Его подписали все участники акции на Севастопольской улице. Самым позитивным и запоминающимся событием дня стал концерт на главной площади республики. Поддержать новые регионы страны пришли представители властей города и республики, общественных организаций и жители Якутска. Наша земля, часть России, вернулась к нам обратно. Я отношусь лично хорошо. Я очень счастлив, что Крым соединился с Россией. Как бы объединяет всю нашу страну, потому что Крым всегда был историей России. В календаре российских праздников появилась еще одна знаменательная дата. 18 марта теперь будет праздноваться как историческое воссоединение Крыма, Севастополя, России. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, Дмитрий Сергучев, НВК «Заха», Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова